Публичным дамам про сюжет в данном аниме. Два друга решили организовать детективное агентство. Назвали его детективное агентство Дятла. Они организовали его в своей собственной квартире, которую снимали. Детективное агентство Дятла Привет ребятушки, сегодня хотелось бы рассказать про такое интересное аниме детективное агентство Дятла. Аниме вышло в жанрах детектив исторический. Вот зачем сюда исторический жанр приписали, я понять не могу. Искренне понять не могу. Просто сюжет данного аниме происходит в эпоху Мэйдзи. Но если он происходит в эту эпоху, то не обязательно добавлять жанр исторический. Ну ладно, я что-то отвлекся. Расскажу про сюжет в данном аниме. Два друга решили организовать детективное агентство. Назвали его детективное агентство Дятла. Они организовали его в своей собственной квартире, которую снимают на пару. И они расследуют всякие преступления. В первой серии они расследовали преступления с каким-то бизнесменом что ли. Ну богатеньким человечком. А во второй серии они решили идти по публичным домам. Но неожиданно одну из жриц любви убивают. В этом самом куда они зашли с друганом повеселиться, можно так сказать. Короче, убивают ту девушку, которую взял его друг. Происходит такой неожиданный поворот. Полиция приходит к другу и обвиняет его в принципе в преступлениях. И вот эти два друга, которые были не разлей вода, они начали переталкивать это преступление друг на друга. Короче, типа ты его убил. Нет, я его убил. Короче, защищаться всеми силами. Потом в конце второй серии неожиданно каких-то еще три пацана появляются. Кстати, на данный момент хочу сказать, что вышло две серии данного аниме. Короче, про вторую серию. Три пацана неожиданно появляются в конце серии. И типа мы раскроем это преступление. Тут вообще ты просто в непонятках остаешься. Таких, что просто... Чё происходит? С конца первой серии ты не знаешь, чё происходит. И тут еще во второй серии такая же хрень. Подстава какая-то происходит. Ты тоже в такой непонятке. Аниме, могу так сказать, рисовка в этом аниме очень хорошая. Музыка, опенинг-эндинг очень хорошая. Вот эти вот непонятки просто сбивают с толку. Типа были два друга не разлей вода. Детективы, которые расследовали в первой серии преступление про этого богатого жмота. И тут они во второй серии становятся типа врагами. И они сталкивают это преступление друг на друга. Вообще непонятно. И тут еще в конце серии появляются три желоба, которые говорят типа мы раскроем. Хотя сюжет во второй серии раскрывается так, что типа... Что очевидно, что кто-то из них двоих виноват. И с этой интригой заканчивается вторая серия. Просто такой нежданчик реальный подсылают авторы данного аниме. Про раскрытие персонажей тут речи не идет. Потому что в принципе только две серии вышло. Может они действительно не виноваты. Но интриги у Зат кладывают очень крутую. Вот аниме недавно я делал обзор про богатого детектива. Так такой интриги, как в этом аниме, там не было. Да, тоже в двух сериях. Тут прям по-крупному загнули автора. Блин, прям нежданчик. С одной стороны, этому нежданчику ты рад? Прям, ну интересно. Ты ждешь третью, что будет? А с другой стороны, ты в абстракции какой-то находишься. Как-то так, в принципе, про это аниме. Могу порекомендовать от себя. Посмотрите данное аниме. Оно классное. Очень классное. Детективное агентство Диатла. Поглядите это аниме. Вы не пожалеете. Если вы решили как первое аниме посмотреть про детективов, то это аниме прям идеально для вас создано. Поглядите, не пожалеете. Тут прикольные моменты. Юморок есть. Да, есть такой специфичный. Этот юморок прослеживается во второй серии. Очень круто. В первой серии, ну так, чутка. Если данный жанр вам не нравится, или вам это аниме изначально с первых секунд у вас вызвало отвращение, поглядите какие-нибудь другие анимешки. Этот год, мне так кажется, будет насыщенно нормальное аниме. Выберите какое-нибудь аниме из другого жанра. Допустим, из фэнтези или мистики. Могу пос... Если вам это не нравится, детективы исторические вот этого, типа этого аниме, то посмотрите про аниме, которое могу вам посоветовать «Туалетный мальчик Ханака». Очень неплохой вариант, по моему мнению. Тоже там есть что-то такое детективное. Там сделан в основной упор на мистику в этом аниме. Что я могу рассказать про персонажей в этом аниме? Персонажи очень хорошие, очень хорошо раскрываются в первых двух сериях. Но, по крайней мере, их характеры раскрываются. Ну так, чутка. На этом всё, в принципе. Больше я ничего не могу рассказать про персонажей. Про музыку, рисовку я рассказал уже. На этом всё. Всем пока, увидимся в следующих видео.